друзья всем привет многие из вас писали в комментариях что мне необходимо поменять лыжи-роллеры на более быстрые вот как бы я катаюсь на лыжи-роллеров фирмы элва sk70r проехал на них уже сезон с апреля месяца по сегодняшний день пользуясь случаем хочу порекомендовать вам канал соло графические эксперименты здесь вам расскажу что такое соло графическая фотография как ее можно сделать самому что вообще это такое что это за соло график с чем ее едят где устанавливать сколько при по времени должна делаться эта фотография переходите на канал ссылочка будет закрепленном комментарии подписывайтесь сергей вам расскажет очень много интересного о соло графе некоторые писали что нужно поменять колеса на более быстрые но хочу сказать что стоимость комплекта колес на озоне даже там где я покупал сумку за 790 рублей порядка 1500 рублей за колесо ну то есть комплект выходит примерно около 6000 а сами лыжи-роллеры стоят ну вот покупала их помню весной это начало сезона то есть но скидок никаких не было стоили 3700 но это без крепления крепление соответственно стоит я беру хорошее крепление соломон или atomic вот такое защелкивающиеся она стоит порядка двух двух с половиной тысяч рублей вот поэтому наверное уже докатаюсь сезон на этих лыжи-роллеров а там уже на следующий сезон будем смотреть естественно чтобы как-то компенсировать потерю скорости то есть я смазываю колеса велосипедной смазкой для цепи и про обрабатываю перед этим сначала вы дышкой то есть летящий момент не сказать что прям сильно но увеличивается нет естественно из-за моей неправильной техники катания колеса уже пришли в негодность место то есть видно как сточились по пору иногда их надо менять местами чтобы колеса были более-менее ровные вот это колесо даже немножко восьмеркой потому что несколько раз было такое что наезжал на камни вообще конечно очень много влияет и инвентарь обувь крепление сами лыжи-роллер каком состоянии колеса состояние дорожного покрытия по которому вы едете все это естественно влияет на технику вот если здесь катаюсь я вот например в голове но повод этому стадиону то на видео конечно вам немножко здесь не видно вы конечно опять скажете что вот у тебя нет проката одной ноги но там присутствует уклон то есть в горочку прокат ноги ставить как-то ну мне получается легче более уверенно а когда идет на склон немножко профиль дороги у меня получается не совсем уверенная постановка ноги ну и как бы если кто там катался вы видели в каком конечно уже состоянии там асфальт естественно он уже я считаю требует вложение бюджетных средств и ремонта ну в принципе для тренировки он подойдет вот ну новичкам конечно желательно я считаю выбирать прям идеальный асфальт чтобы у них не более правильно но постановка техники было у опытных спортсменов конечно же такого не будет они проходят всякие неровности ну видно местами бывает там что-то завалится но редко в основном они все неровности проходят с идеальной техникой ну если мы вот новички катаемся да то естественность что зимой тоже такое бывает что какие-то бугры там налить или неровности и на сразу начинает шатать это нормально это нормально потому что мы не профессионалы такие ну мы катаемся для удовольствия но конечно же хочется кататься хорошо комфортно потому что еще один нюанс с неправильной техникой если неправильно ставится колено в прокат естественно колени начнут болеть в принципе зимой у меня такое вот было сейчас вот фу-фу-фу такого нет может быть техника улучшилась может быть колени как говорится притерлись не знаю ну пока что такого нет на лыжероллер посмотрим что будет зимой местами конечно же еще ставлю палки домиком это надо отрабатывать сделать дабл пуллинг тренировку такую так сказать вот проехаться и прям поработать как следует руками примут над постановкой рук а сейчас в этом моменте мимо камеры будут проезжать двое лыжников вот посмотрите какая них лыжероллерная техника их называют рыцари истины они являются ветеранами голове но участвуют во всевозможном соревнованиях зимой и вот они готовятся даже летом катаются на лыжероллерах посмотреть какая у них техника спасибо что оставляете комментарии пишите подсказывайте мне по технике по другим всяким техническим моментом это очень важно мне это очень мне помогает оставляйте комментарии под этим видео не забывайте ставить оценочки до новых встреч придумаю что-нибудь еще интересное что можно будет конечно снять впереди у нас зима и готовимся по полной зимнему сезону всем пока удачи будьте здоровы